Актёры фильма «Движение вверх» Александр Ряполов, Егор Климович и Кузьма Сопрыкин с экскурсией посетили учебно-тренировочный пункт. Полномасштабный тренажёр БЩУ Смоленской АЭС в точности отражает все технологические процессы работы блочного счета управления. Специалисты учебного центра провели для актёров небольшой экскурс в работу атомного гиганта. Гости проявили большой интерес к демонстрации процессов управления блоком. Лектор дал возможность актёрам самим совершить некоторые переключения, посмотреть на результаты и почувствовать себя специалистом оперативного персонала атомной станции. Тот живой интерес, который вызвали эти манипуляции, объясняется тем, что профессиональный артист среди них только Кузьма Сопрыкин. Александр и Егор имеют в своём багаже технические высшие образования. Они охотно поделились с нами впечатлениями. Атомная энергетика – это очень интересно, учитывая то, что это высокотехнологичное производство электроэнергии. И вообще вся эта история это не что-то волшебное. Посмотрите, вот как можно взять и попробовать немножко в игровом виде попробовать себя в виде оператора атомного реактора. Где ещё можно попробовать, как скажем, не в учебном центре, здесь. Потому что там нам никто не разрешит взять, там рычажок подвинуть, чтобы опустить или поднять стержень. Интересно. Я как инженер, мне всегда было это интересно. Техника, технология. И поэтому я как ребёнок, когда попадаю в такие места, так и большая игрушка, где можно поиграть. Очень хотелось попасть, услышать вообще, как это работает, как это устроено, послушать все эти истории. Потому что это какой-то такой мир, мне кажется, очень интересный, далёкий, что-то связанное вообще с космосом. Вот лично для нас, для ребят, которые занимаются кинематографом. И, конечно, это невероятно интересная экскурсия. Я сейчас ухожу здесь в таком полном шоке и понимаю, что я выбрал правильную профессию. Потому что я ничего не понимаю, что здесь происходит и как это всё сложено, потому что это очень интересно. Актёры попали на съёмку фильма о легендарных баскетболистах не только из-за схожести со своими героями, сколько из-за опыта игры в баскетбол. С особенной гордостью они говорят, что играли без каскадёров и дублёров.